эй привет этот видос дружище для тебя я знаю ты его ждал и вот я его выкатил и в общем ну и конечно же видос и для подписчиков которые тут тоже тусуются на моем канале так сейчас я разберу перкуссию и можно сказать два ее прямо и под приемы сразу скажу что на данный момент я не знаю есть что подобное кто-то разбирал или нет но до этого я допер сам и на то время когда я смотрел на ютубе что-то подобное уроки кей-нибудь что-нибудь чтобы научиться стучать там что-нибудь такого ничего не было нет ну блин ну ладно и долгое время играл без перкуссии а потом как-то до первого я стал стучать по гитаре стучал и стучал и достучался так буду разбирать два приема это удар и еще ну например вот так без проблем будете скоро играть если конечно же будете учиться вот разберу я на примере обычного перебора удар он делается вот этим местом очень важно что не вот этой косточкой это очень важно не вот этой косточкой не вот этой косточкой а вот этим вот можешь сказать в мягким местом который вот отсюда идет, и вот оно. По вот этому месту, потому что здесь уже звук не такой, здесь он уже более басистый, но тоже можно, но здесь он самый такой. На всех гитарах, без заключения, если, конечно, она у вас не пасмасывая стикерайса за 99 рублей. Что еще важно, это то, что рука у вас будет находиться под напряжением, поэтому у вас будет забиваться какое-то время плечо, но потом вы поймете, как делать так, что оно не забивалось, оно у вас просто не будет забиваться, ну или будет, но не сильно. На игру этого уже влиять потом не будет. Удар идет обычно, либо просто удар, либо удар с какой-либо струной, обычно с басовой. На примере этого перебора, удар можно сделать с пятой струной, ну потому что она басовая, вы понимаете все. На всех портах, когда вы будете играть эту перкуссию, ну короче, вы поняли, ничего без нее. В общем, удар. Как и делается, в общем-то, удар вместе с басовой струной. Палец ставится на ту струну, которую вы хотите сыграть одновременно с ударом, и когда вы делаете удар, струна сама сам должен так выходить. То есть не вы должны его дергать, а именно вот рука идет, и он сам должен вылетать от того, что вы стучите. На примере этого перебора это будет выглядеть вот так. Конечно же, из-за того, что вы играете удар и бас одновременно, он прям так четко выделяется, и поэтому можно кайфовать. Также удар иногда играется одновременно с басом и с какими-нибудь еще струнами. Например, первый, вернее, второй, первый. И на этот случай я вам тоже упражнение придумал. Это одновременно удар вместе с пятой на аккорде АМ, второй и третий. Ну, можно с четвертой, тут уже как хотите. Тут принцип точно такой же, только не только выходит, у нас пальц вылетает, но и одновременно тоже дергаете. Вот. Ну, и с ударом вроде бы это пока все. Больше приемов с ударом я таких не нашел. Ну, конечно же, можно потом вы будете экспериментировать, и подобного можете. Дальше, щелчок. Он бывает нескольких видов, намного больше видов щелчка я для себя обнаружил, чем ударов. Поэтому, ну, в общем, несколько видов. Первый, это просто щелчок. Делается он... Делается он обычно по шестой струне. Как вам показать? Вот этим местом. То есть, там, где у вас косточка, вот. Она, можно сказать, и не попадает. Попадает после косточки. Вот струна, вот косточка у нас. Блин. Вот у нас. Блин. В общем, у нас есть мягкая часть, потом идет косточка, потом идет уже такая плотненькая часть, но это уже не косточка. Где это может и косточка? Может, хрящ? Не знаю. Ну, в общем, вот это вот место, где уже не косточка, оно бьет по шестой струне. Что насчет пальца, он не перпендикулярный, не параллельный. Так неудобно. Он как будто бы под 45 градусов. Конечно же, остальная часть пальца задевает пятую струну, иногда еще и четвертую струну, но это наоборот плюс, потому что таким образом он не дает сыграть вместе с щелчком еще и пятая, чтобы она открытое звенела. Ну, в общем, вот. Конечно, какие-то призвуки есть, но можно все глушить, играть, и щелчок не будет давать каких-то призвуков, если все грамотно отточить. Потом щелчок вместе с ударом. Выглядит это, конечно, вот так. Движение это необычное. А, кстати, насчет движения первого щелчка. Делается он поворотом кисти. То есть не так, что... Не просто вы руку берете и стучите, а вы руку вот так поворачиваете, и... То есть... То есть вы не рукой, а именно кистью самой пьете. Таким образом она у вас расслаблена, и вы не напрягаетесь. Не стучите вот так рукой. Ну, конечно, можно иногда и стучать, но это прям... Чтобы... Тогда я не позавидую вашим струнам. Вашей гитаре. Вот. Так, все, вернусь во второй щелчок. Это вот щелчок вместе... Ударом. Тут уже он... Другим движением идет. Как будто бы ладонь раскрывается. Вот у нас в кулаке. И раскрывается. Таким образом, все раскрывается у нас одновременно, а не вот так вот. Не вот так. А сразу все одновременно. Таким образом у нас одновременно идет щелчок и... И удар. Просто резко раскрываете ладонь. И получается щелчок вместе с ударом. Например, я аккордаю. Удар вместе с басом. Третья. Вторая. Удар щелчком. Вторая. Третья. И щелчок вместе с какой-либо одной струной. Выглядит это так. На примере того же самого перебора. В данном случае играется одновременно с первой струной. Тут движение как будто бы... Ну... Наш большой палец уходит наверх. И... Ту струну, которую вы хотите сыграть одновременно, она уже как под напряжением таким. И происходит такое движение. Так сказать, размен. Не знаю, куда объяснить. Просто старайтесь таким движением. Как будто бы... Как будто бы это не полное вот это движение обычного щелчка. Как будто бы оно должно произойти. Но ему мешает первая струна. Поэтому, чтобы довести удар, нужно выдернуть первую струну. Но при этом аккуратнее, а то порвите. Я, конечно, не рвал. Но, блин, знаю упорство некоторых. Блин, порвите. Вот такое упражнение. Блин, забыл же. Вспомнил. Удар иногда бывает одновременно не с басом, он бывает с одной струной какой-либо. Допустим, первый, второй, третий. Этот случай тоже можно на аккорде, на переборе. Пятая, третья, вторая, пиры. Пятая миссия с ударом. Потом четвертая. Вернее, потом третья. Потом вторая с ударом. И потом первая. Потом можно сыграть щелчок. Потом первую, вторую и третью вместе. Ну, как-то так. Блин, вроде бы все объяснил. Насчет этих этих отстукиваний это пока еще сложно. Я многое еще сам для себя не нашел. Многое и нашел, но... Ну, короче, ставь лайк. Когда я разберусь в этом во всем, тогда покажу. Ну, блин, короче. Дружище, я для тебя. И все, ставьте лайк там. Кто посмотрел, ставь лайк. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok